Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Очень много просмотров и очень много мнений и споров вызвало видео про то, как противотуманные фары от Salman заменили основной ближний и дальний свет на моем автомобиле. Я признателен абсолютно всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки к моим видео. Благодаря этому я понимаю, насколько важна для вас наша работа, всей нашей команды. Вот, я не один это все делаю, естественно. И повторюсь, и попрошу еще раз ставить больше лайков или дизлайков. Ну, лучше лайков, конечно. Вот, а самое важное, пожалуйста, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, либо комментируйте видео, пожалуйста, мое своим мнением. Оно для меня важно, еще раз скажу. Благодаря этому я понимаю, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. И это добавляет общение моего с вами. И возвращаясь к теме непосредственно этого видео. Мне прислали светодиодные лампы для того, чтобы я их установил в фары ближнего света, основного света. Я уже предпринимал такую попытку по установке как раз светодиодных ламп. Но я езжу не совсем в комфортных условиях, то есть не всегда в городе, а в основном за городом. А все модели ламп, которые я устанавливал до этого, светодиодные, они оснащены вентилятором. Для меня особо важно было, чтобы никакого вентилятора не было на лампе, но в то же время было достаточное охлаждение. И вот мне наконец-то прислали именно такие лампы. И сегодня мы их будем ставить. Естественно, тестировать и сравнивать, как они работают по сравнению со штатными галогенками. Поехали. Итак, светодиодные лампы. Поставляются вот в такой подарочной упаковке. Внутри, сразу скажу, нет никакой инструкции, ничего. Почему? Потому что все характеристики, все параметры и именно инструкция по установке находятся на коробке. Упаковка просто суперская. Не просто картон напечатан, он перфорированный, рифленый. Мне очень нравится упаковка. Это сейчас не реклама и не восхваление, там салмана или что-то такое. Но, блин, это просто факт. Это не какая-то серая АЕМ-упаковка, что поставили и все. То есть, это именно идет уже серия и класса подарочной упаковки. Это очень хорошо. На ней отмечено, что это лампы H4, 6000 кельвинов. Из параметров сразу скажу, что эти лампы заявлены производителем 8000 люмен. Это достаточно мощный световой поток. Также заявлена наработка на отказ данных ламп 30 тысяч часов. И повторюсь, почему я остановил свой выбор именно на этих лампах. Потому что у них отсутствует вентилятор охлаждения. То есть, в этих лампах нечему забиваться пылью, грязью и так далее. Взывает сомнение надежность данных ламп при таком типе охлаждения. Но будем надеяться, что заявлено все-таки 30 тысяч на отказ. Не представляю, сколько должна эта лампа работать. Чуть ли не в постоянном режиме ДХО. Учитывая, что у меня в качестве ДХО будет сделана немножко другая схема. То есть, у меня не будет работать данная лампа в режиме ближнего света. Я вам только покажу, как эта лампа работает в сравнении со штатным галогеном. Как с помощью нее формируется свето-теневая граница. Насколько она ярче. Насколько она белее, светлее. А после этого я, конечно, выключу ближний свет фар. Либо не выключу, если мне понравится, как они работают. И буду ездить на переделанных фарах. Кстати, не пропустите это видео про переделку фар под ДХО. Это будет достаточно интересно. То есть, мы ее вскроем и проведем некие манипуляции. Которые позволят мне не пользоваться ближним светом. А пользоваться другими секциями. Скажем так, блок фары в качестве дневного ходового света. Световые элементы фар расположены с двух сторон. Снизу стоит отражатель, который отбивает как раз от засветов. От ослепления встречки. Весь корпус алюминиевый. За исключением вот этого адаптера на H4. Скорее всего, этот адаптер сменный. Вызывает вопросы. Опять же, тот факт, что он не регулируется по глубине посадки лампы. Регулируемую платформу в лампах делают для того, чтобы установщик мог четко и правильно сфокусировать световой поток. А здесь он просто съемный. Вот, не более того. И я очень надеюсь, что данные световые элементы расположены очень четко и точно. Разъем подключения к штатной электросети не керамический. Он пластиковый. Все соединения, я надеюсь, герметичные. Здесь сзади закрыта резинкой. И переходим к установке ламп в фары автомобиля. И тест сравнения, как они будут работать по сравнению со штатным галогеном. Стемнело, поэтому давайте установим лампы и посмотрим, как они светят в реальности. В этом мне будут помогать вот такие вот фонарики. Обзор на них будет чуть позже. Помощники просто незаменимые при работе вот в такой темноте. Продолжение следует... На правой фаре сейчас, ну, относительно движения автомобиля, работает лампа Salman. Слева штатная лампа. Левую лампу тоже поменяем на Salman и посмотрим. Продолжение следует... А теперь посмотрим, как работают две лампы Salman в штатных фарах. Плюс противотуманки Salman в режиме ближнего и дальнего света. А на этом все. Вы сами все видели. Каждый из вас делает свои выводы и примет решение, насколько эти лампы вам подходят. Лично я на штатный галоген точно не вернусь. И напоминаю, в следующем видео будет обязательно обзор вот этих вот моих маленьких помощников. И будет еще много всего всякого интересного. Поэтому подписывайтесь на канал и не болейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok